Всем привет! Добро пожаловать в новый влог! Если вам кажется, что я каждый день дома хожу с таким боевым раскрасом, нарядная, то вы очень сильно ошибаетесь. У меня сегодня было настроение попробовать то, что я купила онлайн без затеста. Это произошло давненько, так как я покупала себе уход на польском мейкапе. Но я заметила, что у них представлен бренд Lamelle. Это бюджетная косметика, и я не знаю, почему я так думаю. Может, это какая-то неверная, неправильная информация, которая отложилась в мне в голове, что это украинский бренд. Если это не так, то напишите, пожалуйста. Я почему-то долгое время так думала. Я сегодня, девочки, намылила брови. Как бы смешно это не звучало. Я использовала инста-гель бровей от Lamelle. Не ручаюсь за то, как выглядит мой макияж. Я нахожусь в фазе тестирования. И там еще в комплекте шла такая щеточка. Брови можно зачесать аж до линии роста волос. Но я уже как-то их усмирила. Возможно, я переборщила, но это не точно. Буду пытаться подружиться. Я как поклонница всего суперстойкого для бровей не смогла пройти мимо. И то, что у меня так сияет на веках, надеюсь, оно не скаталось. Это такие, как кремовые тени. Но скорее это прессованный пигмент. Вот давайте покажу вам. Вот такая штучка. У меня оттенок 401. Очень красивый. И по цвету, и по эффекту свечения. Это как мой любимый пигмент от MAC 10. Если даже без базы, как сегодня, он не будет держаться, то я его заставлю работать. Потому что нанесу на базу или на клей для пигментов от NYX. Это очень красиво сверкает на веках. И хочется, чтобы это было стойко. Ну да ладно. Это так. Захотелось с вами поделиться. Ситуация следующая. Наш зал и детская комната, комната Игната завалены коробками. Потому что приехали мои покупки из Икеи. И я, к сожалению, во время заказа не нашла там опции сбора. Именно поэтому со шкафами у меня побольше проблем. У Томака сейчас нет времени этим заниматься. Но я его таки дожму, чтобы детский стол он сложил как можно скорее. Здесь у меня какие-то мелочи для дома, которые я предлагаю вам вместе со мной распаковать. И частично расставить, помимо вот этого ковра. Потому что мне придется его вернуть, так как на сайте он был совершенно другого цвета. Вот этот красный на моем мониторе выглядел коричневым. Я даже в телефоне перепроверила. Реально красным там и не пахло. Красный мне не нужен. Хотя, наверное, праздники в этом году я буду делать красного цвета. Но у нас есть ковер именно с краснинкой. Поэтому отвезу его обратно. И буду надеяться на то, что моя спина выдержит это. Или опять же буду просить Томака, чтобы он взял какой-то выходной. И мы вместе этим занялись. Ну что, девочки. Давайте посмотрим, что за покупки у меня здесь. А еще, знаете что? Вот эта коробка реально так и выглядела во время доставки. Она была открыта. Для меня это как-то странно. Вот эту я уже начала открывать. Но я заплатила за то, чтобы мне все это занесли. И я рассчитываю на то, что здесь все из моего заказа. Что ничего нигде там не потерялось. В кухне у меня тоже уже есть несколько новинок, которыми мы пользуемся. У нас заржавела старая хлебница. И я хотела найти хлебницу побольше. И желательно, чтобы она была светленькой. Без каких-то там надписей. Я полезла на Allegra и нашла вот эту. Она от польского бренда Tadar. Даже не знаю, как правильно там ставится ударение. И она действительно раза в два, наверное, больше, чем наша старая. Смотрите, как интересно. Она открывается сверху и также сбоку. Вот так. Всего две булочки, потому что завтра нам уже в дорогу решила не покупать продукты, чтобы они не пропали там за пять дней. У нас хлеб довольно быстро черствеет. И когда я начала просматривать продукцию вот этого продавца, Tadar, Tadar, я нашла чайничек. Очень красивый, стеклянный. Точнее, это заварник, наверное. То есть здесь можно заваривать не только обычные чаи, но и что-то с фруктами. Я люблю добавлять и имбирь, и апельсины, и все, что угодно на самом деле. Здесь нет отдельного какого-то отсека, куда засыпается заварка, но зато стоит ограничитель вот в области носика. И иногда, когда много всего сюда наскладываешь, что вот эта сеточка чуть забивается, но стоит как бы пошевелить ее, и снова все льется. Мне нравится. И, по-моему, один литр жидкости сюда помещается. Визуально это очень красиво. И как-то каждый день именно здесь завариваю чай. У меня был заварник из Икея, и он, с одной стороны, практичный, ну, с такой черной крышкой, помните, да? А с другой выглядит ужасно. Еще у меня есть белый из Икеи, но он маленький, и с него все разливается, когда наливаешь в чашку. Здесь у меня клюква. Это свежая клюква. Я ее покупаю в Лидле. Она у нас продается практически весь осенний-зимний сезон. И я использую ее для чаев. И также сама варю соусы к мясу, к сыру. Это не занимает много времени, но он действительно отличается от магазинного варенья из клюква. Так что вкусно, еще и полезно. И я сейчас, смотрите, вот часть использовала в чаи, в соусы, и решила сушить ягоды, ну, чтобы не было никакой влаги, выложила на бумажное полотенце, и потом переложу в пакетик и заморожу. У меня всегда будет свежая клюква. Уже половину где-то съели. Это остатки роскоши, ну, чтобы она не пропала. Если вам интересно, что это за цветок такой, это Захар принес из школы. У них там есть, типа как, клуб огородника юного. И они в теплице выращивают растения. И помидоры, и морковку, помню, Игнат приносил, и корень петрушки. А Захар решил посадить алоэ. И у меня был свободный горшочек. Я поставила сюда. Нужно будет отнести его комнату. Ой, лучше не трогать, а то он тут на честном слове держится. А это мед, который Настя купила для меня у украинского пасечника. Это, по-моему, мед липовый, что ли. Ну, мне нравится вот такой полупрозрачный. Ем с кашами, с творогом, с чем угодно. А с панкейками тоже дети. А вот это, наверное, из гречи. А, вот, если кому-то надо контакт. Мне, кстати, тоже надо, нужно сохранить. Это Настя брала себе и мне заказала. А вот этот мед, он как кремовый. И я не помню, с чего он сделан, но мы недавно собирались у меня и готовили. Настя делала соус для салата, и он получается, знаете, как кремовый, такой густой, супер вкусный мед. Теперь будем покупать там. Хотя моя двоюродная сестра, возможно, тоже привезет мне их мед. У них есть своя пасека. И у моего дяди раньше была пасека в Лосиновке. Но в этом году с медом не сложилось. Сейчас в Лосиновке тоже никто не живет. Подожди, Юки. Все тебе надо. Кто-то пришел. Ну и движ, приехал Томек. Юки сходит с ума, хочет играться. А я всего лишь хотела записать влог. Покажись. Ниндзя, блин. Да, Юки, да. Итак, покупки в Икее. С чего бы тут начать? Кто там говорил, магазин на диване? Сегодня магазин на полу. Я шучу. Но мне кажется, что... Не знаю, как вы, а вот я люблю подсматривать, кто что купил, потому что это можно тоже как-то внедрить в свой быт. Это Икее многие любят. Там много полезных мелочей, не только мелочей для дома. И вообще у нас сейчас появились все новогодние украшения, декор, там, посуда, все, что хочешь. С 1 ноября. Чего-то как-то рано. Я еще не готова доставать новогодний декор. У нас потеплело, у нас гораздо лучше погода в октябре и в ноябре, чем в сентябре. Поэтому дайте насладиться осенью, какой Новый год. Но я сама уже кое-что все-таки приобрела, потому что некоторые артикулы разбирают слишком быстро. И когда у меня будет новогодний настрой, уже как бы все проехали. Наверное, начнем с вот этой большой байды. Это сушилка для посуды, которая стоит рядом с раковиной. У нас там сейчас располагается такой поднос, просто поднос, на котором стоит сушилка. Она, во-первых, испачкалась, тоже заржавела. Я периодически ее очищаю. Но мне показалось, что такой поднос будет более практичным. Покажу, как это выглядело раньше и посмотрим, насколько это вообще имело смысл. Но это не просто поднос, я купила еще и подставки на него. На картинке, на фотографии в Икеа это выглядело практично. И пусть так и будет. Ну, возможно, даже можно было бы взять еще одно. Вот это для тарелок, а вот это для чашек. Причем можно что-то поставить внизу и сверху. Дальше, девочки, мне нужен был термос. И не только девочки. Простите, я как-то так обращаюсь к большинству, и я знаю, что меня смотрят и молодые люди. Это термос, литровый термос. И я видела хорошие отзывы на него. Господи, сейчас занемеют ноги. Это термос, который я уже завтра возьму в дорогу. И он еще и с чашечками сразу. Наверняка есть и какие-то другие. Но у меня даже знакомая покупала недавно термос в Ике и сказала, что он хорошо держит тепло. А вот такой большой для семьи. Мы часто ходим куда-то на прогулку в лес. И если мы идем далеко, то потом останавливаешься, дети что-то перекусывают. И да, мы берем с собой воду, но все-таки за окном. Осень и зима совсем скоро, поэтому очень прикольно будет согреться еще и чашечкой чая. Здесь две чашки. Давайте откроем. Вот так выглядит термос без чашек. Он не очень-то и тяжелый, я хочу вам сказать. О, это что? Для каких-то вкусняшек или для заварки? Не знаю. Помою и завтра возьмем с собой чай. Дальше набор стаканов из шести штук. Вот такие. У нас они уже есть. И у нас также были еще граненые стаканы из Икеи. Вот эти служат лучше. И они не царапаются в посудомойке, не затираются. Часть у нас разбилась. Часть, наверное, где-то по соседям, поэтому не хватало. Я взяла побольше. Мне нравится размер. Мы пьем много воды. Это удобно. Но если вам нужны пониже и с меньшей вместимостью, то точно такие же есть в Икеи. Деревянная подставка для телефона или для iPad. Причем вижу, что вот эти разъемы, они разные по размеру. Наверное, просто для разных моделей. У меня телефон вот так, наверное, помещается без проблем. И удобно. Можно будет поставить и включить какое-то интервью или обзор какой-то или влог блогеров, в которых я смотрю. Можно и вот таким образом. И, наконец-то, я буду не только слушать, но и поглядывать одним глазом, когда, например, буду готовить. А еще часто, когда я крашусь, то тоже включаю что-то. Поэтому или в кухне, или на моем косметическом столике теперь будет вот такая подставочка. Высокий контейнер. Я брала его для спагетти, потому что они никуда у меня не помещаются. У меня есть такие же, только низкие. Я уже 5 лет, даже чуть больше, наверное, храню там разные сыпучие. Видела, что такие же контейнеры использую для хлопьев. И здесь побольше вместимость, чем в низких. В низкие не помещается, например, килограмм муки. Во всяком случае, у меня. Поэтому иногда, когда что-то готовлю, чуть отсыпаю, только потом пересыпаю в эти контейнеры. Они со временем тоже затираются, но ничего страшного. Я периодически их мою прямо в посудомойке и тоже с ними все хорошо. С этим мы с вами разберемся чуть позже, потому что мне предстоит это все скрутить. Для начала найти отвертку. Это очень хорошее задание. Это полка, которая размещается в шкафчик. Когда, например, низкие чашки, то у вас просто получается дополнительное пространство, дополнительный этаж, чтобы еще что-то разместить. Снова взяла 4 бокала для шампанского. Как они? Шампанец или как они правильно называются? Чем-то напоминают хрусталь, но это не хрусталь. Это обычное стекло. И я не так часто пью шампанское или просекко. На самом деле, я частенько использую вот такие бокалы для десертов. Очень красиво выглядит панакотта, например. И один разбился. У нас много чего разбивается. Но мы тут не скандалим. Так, чтобы убить посуду. Не знаю, почему так. У нас часто гости. То в посудомойке что-то разобьется, то так зацепишь. И 3 штучки мне не хватало, поэтому взяла еще 4. Ну и для шампанского тоже красиво. Новый год. Хотя бокалы именно для шампанского у меня тоже есть. Но вот это для меня больше десертница. Три одинаковые звезды, которые мы вешаем на окна каждый год. И у нас есть разные размеры. Я видела, что в этом году в Икее появилось больше и узоров, и также они есть меньше, чем 70 сантиметров. 90 у нас есть большие, 70 это для нас маленькие. Хотя есть еще меньше. Если у вас, например, небольшое окно или вы хотите что-то скромное дома, нам нравится, когда этих звезд много. И мы взяли ажурные звезды, маленькие, потому что большие у нас есть. И тоже такой интересный момент, несмотря на то, что у нас есть вот эти механизмы, сейчас покажу, я докупила один, да, они продаются отдельно. То есть это чисто абажур. Да, он раскладывается, сейчас не буду этого делать, по той причине, что бумажные боюсь порвать уж. Когда буду вешать, тогда им можно будет рвать и доставать запасные. Короче, каждый год мы старались ездить в Украину на Новый год, и кто-то из родных или близких просил, а ты могла бы привезти такую звезду? Говорю, конечно, могла бы. И практически каждый раз мы снимали звезду у нас и отвозили с механизмом. Тоже маме Томака мы отдали, и папе мы отдали, только стоячую. Они у нас продаются начиная с ноября, и в декабре их нет. Их очень быстро раскупают. Именно поэтому я заказала сейчас, и они по узору такие же, как у нас, большие. Так что подойдут к тому, что уже имеется, чтобы каждый год не покупать и большие, и маленькие. Но механизмы уже года 4, наверное, работают, и все окей. Ну, то есть это обычный кабель с выключателем и с отверстием для лампочки. Имейте в виду, что когда будете покупать звезду, то это нужно брать отдельно. И для большой звезды там другой механизм. Он еще идет с такой металлической штукой, которая вставляется в сам абажур для того, чтобы он держал форму. А для маленькой можно взять обычный, он чуть дешевле. И я показывала вам, как я это все вешаю. Я цепляю этот кабель за карниз, фиксирую стяжкой, потом это нужно обрезать после того, как новогодние праздники заканчиваются. Ну, и потом мне еще нужны удлинители для того, чтобы достать до розетки, потому что у нас окна очень большие. А это насадка для скалки с узором сердечек. Мне всегда нравились узорчатые скалки, но покупать их отдельно не хотела, потому что это надо где-то хранить. А тут подумала, что будет удобно, снял и все. Но меня ждал сюрприз. Я взяла свою скалку, померила. И что вы думаете? Ну, сейчас с этикеткой им уж не так плохо, но эта насадка слишком велика. Она и широкая на мою скалку, и длинная. Поэтому это мне придется вернуть вместе с ковром. Недавно пекла маффины и заметила, что у меня заканчиваются бумажные формочки для маффинов. Увидела в кей и заказала мне без разницы, откуда они, с узором сердечек. Немножко чем-то напоминают новогодние, а если нет, то останутся и на день Валентина. Но я регулярно пеку какие-то маффины детям. И вообще, если есть силы и время, то я стараюсь не покупать детям выпечку, а давать им домашнюю. А это нож для теста. Можно обойтись и обычным, но он не острый. И иногда я, например, раскатываю тесто на силиконовой такой мате и нож потом режет. Это все. Поэтому мне удобнее будет использовать вот такой, плюс он широкий. Ну, я думаю, что те, кто регулярно готовят, понимают, в чем суть, но без него тоже можно обойтись. Две пластиковые бутылочки для воды. Если вы живете в Кракове и, возможно, не знали, у нас можно пить воду из крана. У нас дома еще стоит дополнительный фильтр. И когда я куда-то иду, то хочется взять с собой просто питьевую воду. Даже в центре Кракова вы можете набрать. Так что можно будет долить водички в каждом углу города. Коврик для детской ванной комнаты. Серый. Они есть разных расцветок. И вот этот мягкий. У нас там есть обогрев пола, но как-то лично мне приятнее выйти из душа на что-то мягкое и уютное, чем на плитку. Пусть и теплую. В комнату малым взяла мусорные ведра. Я соглашусь с теми, кто скажет, что лучше, когда они не прозрачные. Но просто были эти металлические. Я взяла их. Потому что очень часто они что-то вырезают, что-то там рисуют или пишут, потом выбрасывают эти бумажки. Они очень часто оказываются под столом. или на столе письменном. Поэтому пусть выбрасывают и будут сами выносить мусор. Будем их приучать. На детский письменный стол о, слушайте, эти мусорные ведра сразу подклеены. То есть они не будут царапать пол. Приятно. Это я заметила, когда достала вот такие контейнеры для ручек, для карандашей. Нужно было взять побольше. Я почему-то закинула в корзину только два. Ну, докупим больше, будем как-то организовывать это все, когда Томик соберет письменный стол, и они тоже подклеены, не будут царапать. И вот такая мата, мата, да, по-польски это мата на письменный стол. Она большая, полупрозрачная, у нас будет светлый письменный стол, и просто для того, чтобы случайно там что-то не порисовалось, не поцарапалось, можно положить такую пластиковую подстилку или как она там, для того, чтобы надольше сохранить стол в нормальном состоянии. Сейчас наша сушилка для посуды выглядит таким образом. У нас раньше был белый поднос, но он очень быстро пачкался, и я собираюсь это изменить. Вот я все расставила, и лично мне нравится, причем я проверила, сюда помещаются не только тарелки, а вот здесь есть несколько отделений пошире, то есть крышку какую-то расположить что-то пошире, чем обычная столовая тарелка, и у два этажа можно ставить чашки или какие-то стаканы, даже мои высокие стаканы сюда поместились. Я уже предвкушаю, как это не понравится моему Томеку, но мало ли что ему не нравится, правильно? Он очень часто критикует что-то, он еще никак не может переварить мои контейнеры в холодильнике, но это удобно, между прочим. И у меня есть не очень хорошая новость для меня, потому что во-первых, я еле скрутила вот эту полочку, я не люблю что-то складывать сама, просто вообще освободите меня от таких дел. Я это сделала, и что вы думаете, она слишком высокая, она не помещается в мой шкафчик, куда я хотела бы ее поставить, то есть я как-то так придумала себе, что у меня будет полочка, на которой я смогу разместить стаканы или чашки у два этажа, но нет, что-то пошло не так. А еще, девочки, я же вам так и не показала вот эти корзинки, которые я покупала в Икее в прошлый раз, и мне нравятся, и по-моему даже овощи портятся меньше. У меня здесь картофель, я покупаю в сетках, поэтому не стала перекладывать, а в таких мешочках храню лук, чеснок, там что-то, да, чтобы овощи тоже дышали. Такие мешочки можно купить в нашем Лиле, но они, по-моему, там синтетические, у меня хлопковые из Алиэкспресс. Пару лет тому назад покупала тыква, тыквы у меня много, здесь только одна лежит и какая-то консервация, мои запасы. Даже особо не пришлось просить. Сам приехал и начал собирать. Игнат, типа, помогает, подоставал свои машинки, главная компания. Время собирать чемоданы, мы отправляемся в Германию на 4 дня всей семьей, и я уже спаковала себя. Ну, косметичек нет, но самое главное уже подготовила. Я заранее продумываю все наряды, которые я буду носить, чтобы все более-менее там сочеталось, чтобы я не замерзла, и чтобы мне было удобно. Я, между прочим, не показывала вам эти сапоги. Вот, впервые буду их обувать. Я покупала их в Заре на большой распродаже. Они мне обошлись супер дешево, и они неудобные. Чуть-чуть великоваты, но 37-й был впритык. Я побоялась, и у меня еще есть такие стельки из овчины, поэтому я думаю, что когда я вложу их, то вообще все будет прекрасно. Так они не смотрятся, но постараюсь потом продемонстрировать вам их в своих нарядах. И самое главное, что это, конечно же, аптечка. Она у меня не маленькая, больше, чем будут косметички, но с нашими приключениями и с моими вечными болезнями не получается по-другому. А это у меня такой органайзер, я покупала набор, кстати, многие уже провались за 7 лет, наверное, но очень удобно, я складываю сюда белье, и были побольше, конечно, супер, нужно докупить. Сумку сейчас уберу. Еще у меня будет коричневая дубленка из манго, которая, так что завтра утром выезжаем. Мы добрались, мы находимся в Баварии, сейчас вот заселяемся, Томик заносит вещи, наш чемодан на несколько дней, и будем располагаться. 8 часов дороги за нами. Захар, что такое? это наша кровать, а здесь дети отдыхают в своей небольшой комнате. А вот ванная комната, обратите внимание, какая интересная раковина, я таких еще нигде не видела. Вот еще такая перегородка, как покрыта стеклом, да, и окно. Прикольно. Дома, пока как мило, хозяйка угостила нас теплым чаем, посмотрите какой интересный заварник, он здесь внизу со свечкой подогревается, будет долго теплым. мы отлично выспались, даже дольше спали, чем планировали, Томак пошел с детьми прогуляться, а я спокойно собралась и сейчас позавтракаю. Эта кухня находится на первом этаже, получается не очень практично, но зато у нас отдельное помещение, где мы можем никому не мешать и тоже нормально поесть. Утро в деревне мы заселились в такую деревню в горах в Альпах и здесь довольно прохладно, до сих пор еще туман, покажу вам немножко местная архитектура, вот как у нас в горах есть определенный стиль, так и здесь, расписные домики с вот такими небольшими окнами выглядят как кукольные. Большинство домов сдаются здесь в аренду, потому что многие люди приезжают сюда как зимой, так и летом. Горы это всегда красиво, я во много раз говорила, но еще здесь катаются на лыжах. Невероятно красивая кофейня и пекарня, сегодня она закрыта, потому что воскресенье, потом и каждый день утром сюда прибегала за кофе и свежей выпечкой. Захар, ты куда едешь? Вы куда едете? Алло, путешественники? На стадион едем. это была мечта Захара. Есть! Есть! Доехали, Захар. Сейчас доберемся. Тут же и Гольд задушит трогаться. Вот это машина, я должна вам сказать. У нас получился большой облом, мы специально сюда ехали. Вообще в эту часть Германии в интернете написано, что сегодня стадион открыт, но по факту нас не пустили даже на парковку. Мы так стали сбоку, чтобы хотя бы подойти поближе. Здесь то ли какой-то матч сегодня, то ли что. В общем, для посещения закрыто. К сожалению, Захар, бедный, аж плакал. Немножко расстроена. кстати, очень холодно. Наверное, мне придется оставить камеру и что получится, то поснимаю телефоном. Сейчас едем гулять в Мюнхен, ну а дальше будем как-то планировать еще свою программу. Так бывает тоже. Понадеялись на интернет. Парковка в городе здесь однако стремная. во-первых, сложно найти место, где можно припарковаться, во-вторых, чтобы сюда заехать, это то еще испытание. Ну раз мы в Германии, пиво должно быть. Томак, не можешь держать? Давай двумя руками. Так много можешь выпить? Вкусно? Чтобы вы понимали, у нас с Игнатом порция напополам. По-моему, здесь любят покушать. Мы провели в Баварии всего несколько дней, я могу сказать вам абсолютно точно, что этого недостаточно для того, чтобы узнать, посмотреть и прочувствовать весь этот регион. Он настолько разнообразный, он настолько интересный, и у меня даже до сих пор не сложилось какое-то конкретное мнение о нем, потому что всего увиденного мне недостаточно, тем более, что у меня есть свои планы, свои хотелки, которые не совсем совмещались и совпадали с остальными членами нашей семьи. Плюс нужно было бы больше времени, хотя бы на недельку поехать в Баварию, посетить замки, все рассмотреть, возможно, заказать какие-то экскурсии, а это скорее были прогулки выходного дня. Конечно, это очень отвлекает, это расширяет твой кругозор и мировосприятие наполняет, но вот мне очень хотелось бы посетить знаменитый замок, название которого я до сих пор не могу с первого раза произнести правильно. Я думаю, что вы догадались, о чем идет речь, он такой, как диснеевский, Дисней создавал его после того, как вдохновился ним, но до него нам было два часа езды, плюс моя мама рассказывала, что туда лучше приезжать с самого утра для того, чтобы не стоять в большой очереди за билетами, так что, наверное, в следующий раз, не наверное, а отложу такую длительную поездку, возможно, с подругами, или только с мужем, или когда дети подрастут, на неопределенное время, и будет пункт на карте, куда мне хотелось бы вернуться и копнуть чуточку глубже, ну а сама атмосфера вот в Мюнхене и в горах мне понравилась в целом, очень интересная поездка получилась, и так прошел наш первый день, мы гуляли до позднего вечера, несмотря на то, что было прохладно. Здесь так много велосипедных дорожек, и, собственно, велосипедов удобно, и кажется, что безопасно передвигаться здесь на таком транспорте. Ку-ку! Какая-то выставка шлемов, нужно почитать, что это. Ну, народ фотографируется, что-то снимают здесь. По-моему, в таких больших городах постоянно что-то происходит. Идем и спорим с Томиком, я говорю, что здесь такие масштабы, что Краков кажется буквально деревней, именно по размерам. А там их идет и бухтит, говорит, а там их идет и бухтит. Говорит, что, ну, посмотри, какое здесь все прямоугольное, квадратное, не то, что в Кракове. Кракове есть душа. Ну, что-то в этом есть. А это ребята, о, боже, ребята празднуют мальчишник. Это мужик переодетый. О, блин, это развлечение. Жестоко. Мы уже поели, а здесь столько местных деликатесов. Но все невозможно попробовать. Мы находимся в фирменном магазине Bayern, по-польски это Monachium München. Выбираем форму фирменную моим футболистам. Здесь прямо на месте можно выбрать фамилию футболиста и номер. Ой, и еще какие-то наклейки. Я все могу понять, кроме одного. Как можно стоять в очереди в люксовый магазин? Наверное, до меня никогда не дойдет. Мне вообще нравятся здесь цветочные лавки в центре города. И обратите внимание, какие интересные здесь цветы. всякие веточки. Это тоже не пластик фантастика. Колоски. Можно самому составлять композицию. Живой эвкалипт свежий, который можно засушить, и он будет стоять очень долго. А у нас только в определенных магазинах цветочных, и то иногда нужно заказывать. Мне кажется, люди здесь как-то так спокойно живут. Мне нравится. Не знаю, насколько я могла бы привыкнуть к таким масштабам. Но интересно было посетить новое место для себя. Я сегодня утеплилась, чтобы не мерзнуть, так как вчера. Хорошо, что на всякий случай забросила с собой шубу. Так что есть шанс, что сможем погулять до позднего вечера в Зальцбурге. Сегодня мы приехали практически в Зальцбург. Это Австрия. Этот город находится практически на границе с Германией. И по дороге в Сан-Зальцбург мы остановились еще на выставке Рэдбула. Здесь можно найти какие-то гоночные машины, посмотреть самолеты. детям было интересно, поэтому мы сюда заглянули. Рэдбул часто является спонсором всевозможных экстремальных ивентов и так далее. И тем более Австрия это родина этого напитка. Энергетика не самая полезная штука. Я работала в фирме, которая производила нечто подобное. До сих пор производит. лучше не злоупотреблять. Скажем так. Посмотрите, здесь прямо по центру стоит огромный самолет, но по моим меркам. Вот чего я не ожидала, так того, что даже мне будет интересно. Круто, да? Вот еще один вертолет. Они настоящие. Жалко, что посидеть нельзя, но тоже, вы знаете, стоит сюда заехать. И бесплатно можно сюда зайти. Зато мы попали на другой стадион, правда поменьше наверное будет. Это стадион в Зальцбурге. Какой-то футбольная команда, за которую тоже болеют дети. Так что то, что произошло вчера, немного компенсировали сегодняшним днем. Мы уже доехали до Зальцбурга и вот только будем заходить в старый город. Посмотрите, как раньше строили дома прямо рядом со скалой. Интересно, как они там не мерзнут. Такое впечатление, что там до сих пор живут люди. Вторую половину дня мы проведем в Зальцбурге. Пока пообедали, пока туда-сюда, добрались до центра и сейчас перед нами знаменитая крепость. только представьте себе, как это все строили столько лет тому назад на вершине горы и даже не представляю, честно говоря, по первым впечатлениям очень такой позитивный город с приятной атмосферой. А лошадки здесь совершенно другие, чем в Кракове. Блондинки поменьше будут. Да, мы сегодня в одной цветовой гамме снимем. Зальцбург мы планировали посетить еще пару лет тому назад, когда были в Швейцарии, но так и не доехали, предпочли лыжи, поэтому здорово, что в этот раз получилось заехать, прогуляться старинными улочками, посмотреть, как там живут люди. Мне очень нравится гулять по центральным улицам и рассматривать людей, не только архитектуру, пробовать какие-то местные деликатесы. Город показался нам очень уютным, спокойным таким. Хочется просто присесть в кафешке, заказать себе теплый чай и наблюдать за прохожими. И, кстати, сейчас уже вот эти города и страны готовятся к рождественским ярмаркам, и совсем скоро здесь станет так красиво появится вот эта новогодняя атмосфера, и мы тоже планируем поездку наверное где-то в начале декабря. И также по дороге домой мы совершенно случайно попали в очень красивый австрийский монастырь, как оказалось ему свыше тысячи лет. Будете проездом, вы не сможете его не заметить с магистрали, вот выделите хотя бы час своего времени для того, чтобы его посетить, это нечто невероятное, это как прикоснуться к истории, к искусству и ко всему, что связано с многими эпохами, это масштабное и месторасположение, и библиотека, которая там, это то, что захватывает дух. А на этом мы с вами прощаемся, не забывайте поставить пальчик вверх, и мы с вами встречаемся совсем скоро. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok